Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Помещение театра кукол. Привычное место, где на улице Крышина Барона, практически в самом центре города, неподалеку от парка, может быть, уже такое намоленное привычное маршрут, куда семьи приходят с детьми на кукольные представления. Теперь вот все будет немножечко по-другому. Почему театр кукол переезжает, чем это вызвано, где теперь будут проходить постановки, об этом мы поговорим с актером Рижского театра кукол и режиссером Юрием Лунаком. Здравствуйте, Юрий, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, сейчас постановки будут происходить не то чтобы в новом, во временном помещении, в помещении латышского рижского общества в каминном зале. Да, и, к сожалению, наш театр, он временно потеряет, как бы, возможность играть представление на большой площадке, потому что там все-таки в каминном зале это больше, он все-таки малый, да, там не так много мест и не такая большая площадка. Благодаря нашим службам удалось организовать довольно уютное пространство, удобное для зрителя и удобное для исполнителей, но это, тем не менее, все-таки временное решение. А чем был вызван вообще переезд театра кукол? Это вызвано с ремонтом основного здания, родного здания, так как там здание уже ветшает, требует ремонта, это раз. Во-вторых, будет производиться улучшение расхода энергии, энергоэффективности здания и утепления. Ну, то есть театр не выселяют, а это временная мера на время реконструкции. Надеюсь, что, надеюсь, к концу 22-го года мы вернемся в наше родное здание и будем работать в полном объеме в улучшенных условиях. А, насколько я понимаю, расселяют театр в два помещения, причем достаточно далеко от стоящих друг от друга. Так называемая Мабуля, то есть здание латышского общества, и администрация, и склады где-то в конце улицы Лачплиша, уже там в московском Форстате. Да, там будут находиться мастерские и репетиционные помещения будут находиться во втором помещении на Лачплише. Да, вы совершенно правы. А удобно будет возить туда-сюда? Это тоже некоторая сложность, вот как недавно у меня была премьера, ну как премьера, генеральная сдача спектакля. И это, когда ты уже выходишь на площадку, довольно сложно, особенно в кукольном театре, если ты находишься вдали от мастерских, пытаться какие-то вносить быстрые изменения или корректировки самих исполнителей в кукол, так скажем, или декорационные моменты. Это очень неудобно, мягко выражается. Раздевалка через дорогу баня, в общем, как было в детском анекдоте. Да, к сожалению, так. А скажите, вот не повлияет ли этот переезд на количество новых каких-то премьер? То есть насколько сложнее будет готовить какие-то интересные новые постановки? Это вот сложнее, во-первых, из-за того, что у нас сейчас мы лишены как бы большой площадки. Да, там ведутся, насколько я знаю, переговоры о том, чтобы еще и пристроить наши спектакли в большом зале, в том же латышском обществе. Но как это будет и когда, я не знаю. И, соответственно, все спектакли с большого зала практически невозможно пристроить в этот новый каминный зал. Это очень усложнит процесс, конечно. Это всегда любой переезд для любого театра. Это большие проблемы, большие затраты и физические, и моральные. Что касается различных пандемийных ограничений, ну, вряд ли театр давал постановки все это время. Как вы обходились? С трудом, скучаем. Но велась репутационная работа, выпущена, тем не менее сделана. Не выпущена, выпущена. Премьера-то так не состоялась, как таковых. Девять новых работ есть. Ну, вот, правда, три успели сыграть в это окошко, когда было разрешено играть на зрителя. В эти три месяца успели даже показать зрителю. А остальные шесть как бы лежат в столе, ждут своего часа, когда, наконец-то, мы сможем играть на зрителя, на полные залы. Последний спектакль, если не ошибаюсь, умная собачка Соня. Совершенно верно. А остальные? Ну, расскажите. Я точно могу сказать русский. Это 38 попугаев еще название русское. С латышскими сложнее. Это Дил и Станте, если я не ошибаюсь. Нава Сена для подростков спектаклей. Следующее название. А, Аленький цветочек на русском большом зале. Это мы успели сыграть на зрителя. Котенок по имени Гав. Латышский вариант. Это в малом зале будет играться. Ну, вот что я по памяти быстро вспомнил. Что именно из репертуара останется? Что можно сыграть в этом каминном зале, на этой маленькой площадке? И сразу, может быть, второй вопрос. Вот до 2022 года будут ли готовиться какие-то премьеры, которые можно ожидать? Или вы их придержите? Потому что я не понимаю. То есть получается, что придется репетировать на маленький зал, а если переносить на большой, ведь это сразу все тоже меняет. Ну, во-первых, мы уже как бы этот переезд не за один день произошел. И в каминном зале вот некоторые работы уже вот как раз сыграны. И мы уже там репетируем какое-то время и работаем в этом малом зале. Ну, с тем, что как будет происходить процесс. Мы все равно будем продолжать работать над новыми постановками, наверное. Как мы будут работать над большой формой спектаклями, я не знаю, затрудняюсь ответить. А вот в малом зале сам как постановщик работал, репетиционный процесс происходит. О том, какие спектакли будут играться, все спектакли, которые шли в малом зале театра, будут точно играться на этой площадке в каминном зале. А вот по поводу спектаклей из большого зала, возможно, некоторые смогут туда поместиться все-таки, и мы сумеем пристроиться. Ну, то есть нужно следить будет за репертуаром, следить за продажей билетов. А где будут косы, где можно будет приобрести билеты? Ой, вот, к сожалению, не могу ответить. Мне кажется, что пока она еще будет в том же помещении, насколько я знаю. А по поводу вот репертуара, то на август репертуар уже с июля, насколько я знаю, будет в продаже в интернете, точно следите за информацией. Ну, то есть самое надежное и простое в интернете покупать билеты, потому что физически пока непонятно, касса будет на месте или переедет. Ну, я уверен, что какое-то решение будет найдено. Главное, чтобы можно было физически пойти и насладиться, в общем, постановкой. Скажите, а на взрослую аудиторию планируются какие-то постановки или только дети и подростки? Ну, вот на латышском языке, на АВСН спектакль как раз-таки для подростков. Ну, да-да-да, вы сказали, подростки. Я подростков на взрослую аудиторию. К сожалению, одна постановка отложилась. Вот в связи с пандемией, с сокращением финансирования была задумана постановка этой осенью, но она уже отменилась на взрослого зрителя. Ну, то есть вот в театре Образцова был необыкновенный концерт, который шел именно для взрослой аудитории, не для детей. Вот такого рода пока нет в репертуаре, да? Ну, вот как на необыкновенный концерт похожего, такого некого попури, юмористического нет. Но, например, в нашем театре есть такой спектакль, как «Зелтозыркс». Дудапаев поставил известный постановщик бразильский, приезжал специально. Ну, он уже несколько лет этому спектаклю, и с этим спектаклем поколесили даже по фестивалям и получили некоторые призы. Это по латышской классике, модернистские спектакли, интересные куклы, мягкие. Это современный кукольный театр в полном смысле этого слова, поставленный мировым именем. Здорово, что местные театры соглашаются на такого рода эксперименты. А скажите, что касается производства кукол, я так понимаю, что это тоже местные умельцы, местные мастера их делают? Или даже своими руками вы мастерите? Ну, приходится. Любой кукольный актер должен уметь знать какие-то, по крайней мере, базисные вещи того, как изготовить и работать. Для того, чтобы с ней правильно работать, должен знать, как она устроена. Я, к сожалению, все-таки по образованию драматический актер, и все свои навыки я приобрел уже в процессе работы, благодаря помощи более опытных и старших коллег. Но, тем не менее, в любой постановке тебе приходится что-то самому доделывать или подстраивать именно под себя. А наши мастерские прекрасно в большинстве случаев справляются с перед ними задачей в изготовлении кукол, различных видов форм и так далее. А чем отличается работа драматического актера от кукольного актера, который как бы одушевляет куклу? В чем проявляется эта разница? Ну, самая большая сложность, как для меня лично, как для исполнителя, это было то, что обычно ты привыкаешь, когда работаешь в спектакле, что я что-то здесь делаю. А здесь получается, что это да. Ну, или я как персонаж, а здесь получается не ты здесь. И поэтому мне было очень сложно запомнить вот именно порядок, потому что нет такого, что вот я прихожу сюда и делаю что-то. Здесь не ты приходишь, здесь приходит что-то, вот что у тебя в руке или твой герой. И, ну, на словах это сложно объяснить, но для твоего восприятия, если ты натренирован в процессе обучения все-таки как драматический актер, и вот было вот это переключение, оно довольно длительно происходило. Мне приходилось спектаклем больше готовиться, дольше как бы заниматься с темой, запоминать все ходы и там повороты. И кукольный театр, он очень технический в этом смысле, что твои некоторые действия, он построен на помощи. Там нет практически такого, что есть вот главный герой и главный актер. Это кукла. А в этот момент на этой кукле может быть 3-4 человека. И от действия любого из них зависит финальный результат. Командная работа абсолютно. Как раз мы так сказали вместе. Кстати, завтра Рижан, как раньше говорили, и гостей столицы ожидают кукольный парад. Опять же, если я не путаю, завтра будет торжественная церемония такого временного закрытия театра в историческом здании. И кукольный марш, он начнется в час дня. Я не ошибаюсь, Юрий? Да, это такой праздничный переезд, что ли, скорее. Это праздничное прощание с родным зданием. Надеюсь, на очень короткое время. Мы возьмем каждый, не только кукол, там и цеха будут участвовать. Они возьмут какую-то значимую вещь для себя, связанную с работой, с театром. И в торжественной обстановке мы их погрузим в грузовичок и перевезем на новое место. А, то есть не будет такого шествия, марш-броска до здания латышского общества с куклами в руках? Ну, во-первых, там не поместится, там у нас не так много пространства. Скорее всего, все основное то, что только сейчас нужно для работы, и оно находится в латышском обществе. А сами склады и хранение на лачплаше находятся. Поэтому все только для спектакля или для репетиции, что необходимо, привозится в этот каминный зал. Юрий, скажите, а вот учитывая, что все-таки сколько лет существует уже кукольный театр, театр кукол рижский, зритель, который был, я не знаю, 50 лет назад, понятно, он такой наивный, еще сколько просто появилось всевозможных технических новшеств, гаджетов, чудес. Вот, наверное, ребенка, ну, 50 лет назад было легче удивить. И я сам прекрасно помню, вот насколько, ну, вот мы, играя, просто берешь палочку, и ты представляешь, что это пистолет или там лошадь или что-то еще. Вот у современных детей есть ли такое же развитое воображение, насколько их можно удивить вот куклами? Мне кажется, именно куклами и можно удивить. Понимаете, гаджетам гораздо сложнее удивить, на самом деле. Все, что вот именно, как вы говорите, что берешь палочку и представляешь, это всегда сильнее, нежели тебе показали готового сверхблестящего робота, который умеет делать сальто. Если ты берешь палочку, и эта палочка становится у тебя собачкой, не знаю, птичкой, чем угодно, это твое воображение дорисуют все остальные нехватающие детали гораздо лучше любой компьютерной графики или спецэффекта. Прекрасно. Спасибо за беседу. С нами на связи был Юрий Лунок, актер Рижского театра «Кукла», режиссер. Мы говорили о переезде, временном переезде из исторического здания театра, его поделят на спектакли, будут в дальнейшем некоторое время до конца 2022 года в здании Рижского латышского общества и на улице Лачпляш, администрация, складские помещения и мастерские. Юрий, огромное спасибо. Спасибо. До свидания. Хорошего дня. Хорошего дня и желаем новых постановок, несмотря на переезд на новом временном месте. У нас есть еще некоторое время поговорить о культуре. Вот нам дают знак целых три минуты на культуру. Про цельнометаллическую оболочку. Ты упомянул о том, что этот фильм вышел на экраны, по-моему, я уже не помню в каком году, в 80-х, по-моему. В 87-м. И просто меня всегда восхищало в Кубрике то, что он каждый раз, каждый новый фильм брался, выбирая новый жанр, или это фильм ужасов, как «Сияние», или это «Космическая Одиссея» 2001 года, или это исторический вот такой «Пеплум», как «Спартак». То есть абсолютно разные жанры. И в этом он взялся за военную драму. Причем, кстати, и взвод Оливера Стоуна параллельно там практически снимался. У них были такие конкурирующие проекты. И в цельнометаллической оболочке, если я не ошибаюсь, но я просто помню этот факт, что сержант, который этих новобранцев муштрует, на них орет беспрерывно, это чуть ли не, по-моему, реальный сержант американской армии, потому что он покорил Стэнли Кубрика вот этим умением материться, ругаться, не повторяясь, ну, какие-то с новыми образами, буквально вот по несколько минут. И он орал, и, по-моему, даже не моргая. То есть вот он выкрикивал все эти ругательства. И, конечно, этот фильм был невероятно тяжелым для, ну, вот, исполнителей главных ролей. Они все чувствовали себя очень так, неважно. Ну, и Кубрик славился тем, что он выполнял безумное количество дублей. И говорят же, что актриса вот после съемок, по-моему, «В сиянии» у Стэнли Кубрика, когда она пришла на площадку вот с другого фильма, и она сделала дубль, и режиссер говорит, «О, отлично, все, больше не будем делать дубли». Она разрыдалась, потому что она уже настолько привыкла, что по 50-60 раз приходится переснимать один и тот же дубль, что это жутко выматывало актеров и просто, ну, и выхолащивало их, что вот у нее был просто нервный срыв на съемочной площадке. Вот такие просто факты любопытные. Да, а начал снимать Кубрик, впечатлившись броненосцем потемки. То есть и здесь Рига отметилась. Да. А еще, кстати, если говорить про кино, сегодня появился на свет актер Джейсон Патрик. Вот сейчас он совершенно неизвестен никому. Его карьеру загубила «Скорость 2». Так, когда решили снять продолжение «Скорости» и сделать его на воде, Киану Ривз тут же отказался. Сандра Буллок согласилась. И этот фильм действительно оказался жутко неудачным. Он провалился в прокате. И вот если у Сандры Буллок как бы, ну, ей удалось как-то, ну, позор смыть, то для Джейсона Патрика, который до этого стартовал с фильмом «Спящий», там были Брэд Питт молодой, там, ну, достаточно такая очень сильная команда актеров, его карьера как-то пошла на убыль. Он в основном сейчас снимается на телевидении. А ведь когда-то вот он был женихом Джулии Робертс. И вообще, в общем, ну, таким большим подающим надежды вот молодым исполнителям. Жизнь не стоит на месте. Кто-то поднимается, кто-то нет. Кто-то успешен, кто-то не очень. Да, время новостей. Время новостей. После чего новый гость, автор проекта «Музей в темноте» Максим Михеев будет с нами на связи.